Размеши Снежнова Добрый вечер! В эфире народное шоу «Рассмеши комика» Программа, в которой люди с хорошим чувством юмора могут заработать хорошие деньги А с очень хорошим — очень хорошие Одно из любимых занятий школьников — это проржать весь урок на задней парте Обычно про таких учеников говорят, что в жизни они ничего не добьются А я хочу пригласить на эту сцену двух людей Которые все-таки чего-то добились, хоть они до сих пор сидят за одной партой и ржут Владимир Зеленский и Евгений Кашуай «Рассмеши Снежнова» «Привет!» «Добрый вечер, ребята!» «Все приятные» «Привет!» «Мы на первой парте, извините, потому что мы на первой, а не на парте» «На первой? Просто за вами никого нет, я и думал, поэтому последняя парта» «Это да» «А сзади уже сейф и все, следующий кабинет» «Да, да» «Ребят, ну, хочу вас поздравить, не просто так про парты заговорили» «Да?» «Да, выпускной скоро, «Армагеддон» «У-у-у-у!» «Скоро выпустят Жека, да» «Полные фонтаны выпускников» «Да, это точно» «А ты помнишь выпускной свой?» «Помню, Витька, помню» «Все было как вчера, знаешь» «Я пьяный в фонтане, вокруг куча баб, мать орет, говорит, Жека, вылазь из фонтана, угомонись» «Смотри, сколько лет прошло, все помни, да? Какая память, а» «Почему тут память? Он же тебе говорит, все было как вчера» «Ну, вчера был в фонтане, пьяный» «Мать его орет, угомонись» «И позавчера, и позапозавчера я не помню, я же с тобой вместе пьяный в фонтане» «На выпускной я не помню» «Расмеши свежного, размеши меня, размеши меня» «Для тех, кто впервые смотрит нашу программу, хотя я думаю, таких очень мало, правила нашей игры» «Каждый участник, вышедший на эту сцену, за одну минуту должен будет размешить наших комиков, и если ему это удается, он зарабатывает одну тысячу гривен «Смех комиков» на второй минуте принесет ему пять тысяч гривен, на третий – десять, на четвертый – двадцать, и тот, кто сможет размешить наших комиков на последней пятой минуте, зарабатывает наш главный приз – пятьдесят тысяч гривен «Расмеши свежного, размеши меня, размеши меня» «Очень скучаю по своему месту каждую неделю, думаю, быстрее бы сюда вернуться» «Все очень просто, друзья, красную кнопку нажимаю только тогда, когда увижу, как наши комики смеются, сильно улыбаются, либо заходятся в истерике» «Зеленая кнопка начинает отсчет нашей минуты» «Синяя кнопка Евгения Кашевого делает счастливым человеком», смотрите «Или ящерицей, вот мы пока не узнаем», что, в принципе, одно и то же Поехали! На сцене Никитин Феликс, город Казань «Расмеши свежного, размеши меня, размеши меня» «Для меня всегда большая интрига, когда люди выходят без листочков» «Здравствуйте всем» «Либо память хорошая, либо, наоборот, плохая память, потерял листок» «Где не помню» «Скажите, а... я забыл, что хотел спросить» «Неважно» «Феликс Витальевич, потеряли листочки или все наизусть, знаете» «Надеюсь, что знаю» «Интересно» «Ну, неудобно как-то с листочком» «Да, действительно некрасиво» «Я не вас, Женя, убеду» «А, да, спасибо вам, да, тогда мне это поможет, потому что мы тут смотрим вашу анкету» «Хотите купить телевизор и PlayStation?» «Да» «А выиграны деньги, это ваша мечта» «Ну, как мечта уж, просто хочется» «Нравится в FIFA мне играть, а я только в гостях, получается» «Женя, аплодируем за вам фанат, типа» «Но Женя играет дома» «Да» «Да, хорошо, мы желаем вам удачи» «Спасибо большое» «Феликс, скажите, пожалуйста» «Что вы будете делать?» «Стендап» «Просто вы такой скромный парень, такой обаятельный» «Обычно стендаперы такие, немножко наголоватые» «Да нет» «Нет» «На самом деле, просто буду пытаться рассказывать о себе» «Но смешно» «Ну, это мы узнаем» «Давайте узнаем, конечно» «Давайте узнаем» «Конечно узнаем» «Поехали» «Знаете, наверняка у многих была такая ситуация, что вам в магазине продавщица нахамит и вы только, когда домой приходите, придумаете, как ей ответить надо было остроумно» «А я, знаете, такой человек, я обычно еще додумываю, как бы она меня потом в ответ загнобила» «Неплохо» «Я думаю, Феликс, надо продолжать, продолжать, да» «Продолжаем» «Ну, наверное, давайте» «Давайте» «Ну, как бы она меня в ответ загнобила» «Надо, знаете, так распланирую, что, короче, в конце умираю» «Ну, просто, знаете, привык как бы на несколько вперед ходов мыслить» «Гроссмейстер» «И я вообще и в детстве выделялся, вот знаете, когда с пацанами со стройки кирпичи воровали» «Нас в полицию взяли всех» «Я, короче, в полиции первым всех сдал» «Лидер», понимаете? «Феликс хорош» «Пять тысяч есть» «Дальше идем, да» «Можно идти, можно чуть-чуть пообщаться, можно как вы живете» «Да не-не, давайте дальше тогда, пойдем, поехали» «У меня и друзья все интересные» «Один вот он все время говорит, я вот сейчас попью, года три, и за ум возьмусь» «С будущим человеком» «Другой шел как-то по улице, видит, восемь человек одного бьют» «Он подходит к ним и говорит, а что это его восьмером одного метелица» «Ну, то есть, любознательный» «Десять» «Десяточка уже» «Так, хорошо, на джойстиках PlayStation уже есть» «Дальше» «Ну, да, что ж...» «Давайте, давайте, поехали» «Такой любознательный был» «А я, знаете, на самом деле, человек интересный, я вот когда в общественную баню хожу, да, в трусах моюсь» «Умею как бы интригу создать» «Двадцаточка» «Двадцаточка» «Ну и...» «Последняя минутка» «И там уже и...» «А хочется еще послушать» «А очень хочется и очень смешно» «Да» «Наверно, Феликс, вы даже сами не почувствовали, как уже 20 тысяч заработали» «У нас...» «Единственное, что мы вам можем предложить, это пойти на наш главный приз 50 тысяч» «Ну, да, да, давайте тут больше про секс расскажем или про подъезд, ребята, как вам это?» «Ну, это...» «Можно секс в подъезде, конечно» «Это было бы слишком» «Давай, поехали, да» «Да, давайте» «Моих» «Знаете, я понимаю, что я не похож на того человека, который всем цепляет телок там, да» «Я больше похож на того, кто не особо цепляет» «Но...» «Несмотря на это, в детственности я лишился достаточно симпатичной девушкой» «Ну, не знаю, то ли это акция какая-то была» «То ли она меценат» «Ну...» «Я, короче, рад, что на эту акцию попал» «Когда, ну, в процессе было» «Она говорит, сделаешь мне хорошо» «Я говорю, не факт» «Слушай, как бы...» «Знаете, не привык обещать то, в чем на сто процентов не уверен» «А я там, если честно, даже то, что мне хорошо будет, ну, не до конца был уверен» «Спасибо» «Что это?» «Я думаю, надо погромче похлопать, это победитель нашей игры 50 тысяч гривен» «Телекс хорош» «И телевизор и PlayStation все есть теперь, парни» «Слыши свечного» «И под столом валяться» «Слыши свечного» «Пусть нам очень колпотки» «Слыши свечного» «Но только не использующие котки» «По его стилю, я думаю, он до сих пор до конца и не понял, хорошо это 50 тысяч или не очень» «Да, потому что мы же когда даем деньги, он ух ты» «А акция это или меценаты просто сидят» «Ну, хороший парень» «Очень хороший» «И все просто и смешно, молодец» «Очень понравилась атмосфера, очень как-то доброжелательные все» «У меня очень хорошее настроение, я очень доволен, очень сильно волновался, но все вроде получилось» «Слыши свечного» «Мы продолжаем» «На сцене Гулаксизов Артем и Балаян Ливон» «Город Минеральные воды и город Пятигорск» «Встречаем» «Размеши свечного» «Размеши меня, размеши меня» «Здравствуйте» «Привет, ребята» «Ну, вы точно были, причем, по-моему, недавно» «Да, в прошлом году» «Да, точно были, хорошие ребята, веселые были, а вы выиграли» «Спасибо» «Нет, мы ушли» «А что, ушли» «Нет, мы не выиграли, у нас там неправильно было, немножко расставлено» «Да» «А сейчас поуверенней» «Сейчас правильно» «Да, сейчас правильно» «Вы расставляли» «Он» «Новенький» «Я расставлял» «Окей» «Удачи» «Уже вы?» «Да» «Да» «Мы хотели бы напомнить, что мы работаем в жанре коротких миниатюр» «Короткие миниатюры» «Да» «Немножко с актерочкой» «Опа» «Сильно» «Смотрите, вы уверены, что ему нужно было доверить раздавлять?» «Я думаю, что все будет нормально, мы сейчас постараемся» «Я уверен» «Да» «Спасибо» «Три, два, один, поехали» «Хуже секса в нашем городе может быть секс по телефону в нашем городе» «Алло» «Алло» «А это точно секс по телефону?» «Да» «Давай пофантазируем» «Ну, я такая бегу по пляжу, оставляя глубокие кратеры в ПСК» «Давай другую фантазию» «Я иду купаться» «Это уже интересно» «Я медленно спускаюсь на ведре в колодец» «Су» «Есть! Одна тысяча гривен, можно порадоваться от души» «Замешно» «Спасибо» «Одна тысяча гривен у вас есть» «Будем продолжать» «Да» «Мы можем, да, уже продолжать» «Итак, ребят» «Одна тысяча есть, будет ли пять, посмотрим» «Русалочка» «Что, русалочка, ноги хочешь?» «Тогда взамен тебе придется отдать свой голос» «Вот кому-кому, а тебе, Ляшко, я свой голос не отдам» «В семье» «Мама» «Я беременна» «Фу» «Это все из-за твоего компьютера» «Монгольская постановка от Эла из Уламбатора» «Ой-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о» Молилась ли ты на ночь, ДСД? Ммм, ты еще молишься? Позже зайду. Дуэль Лермонтова и Мартынова. Версия кавказская, оригинальная. Лермонтов, знаешь что? Что? Я в твой ямб лишний слог пихал. Если бы дальнобойщик занимался... Забыл. Что-то какое-то баловство. Из последнего. Да, вот что-то с вами точно не то происходит. Я это вам серьезно говорю. Вы же видите даже по реакции людей. И по нашей реакции. Вы явно профессиональные люди. И явно видно, что вы умеете и можете, и играете. Что-то происходит не то. У вас что-то точно не то. Ребят, вы талантливые точно, ребята. Однозначно. Видно просто. Но нету шуток. Не в то горло, как говорится. Понимаете? Что-то не то. Ведро. Была одна шутка. Ведро за вот эти две минуты. Ребят, спасибо. Спасибо, что приехали. Но не удалось. Извините. Если бы все уезжали от нас деньгами, было бы неинтересно. Кто-то должен проигрывать. Пока. Сделай, что парень смеялся. Распеши свежного. И под столом валяться. Ну, естественно, расстроились. Конечно. Готовились к этому. Отобрали практически самый сильный материал. Практически. Это имеет право на жизнь. Мы просто продолжим совершенствоваться. И все будет нормально. На сцене парфенцев Александр Александрович Днепропетровск. Аплодисменты, дорогие друзья. Александр Александрович, мы вас сделаем. Жизнь свежного. Разбыши меня, разбыши меня. Александр Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Сан Саныч, как там в Днепропетровске дела? Все шикарно. Прямо-таки шикарно. Ощущение, что вы приехали из Одессы. Ну, кто знает. Кто знает. Понятно. Окольными путями. Хотите купить 2000 долларов на выигранные деньги? А что нет? Ситуация такая. Сложная. А вообще, нужны деньги? А кому они не нужны? Согласен. Александр Александрович, можно я вас буду звать так? Сан Саныч. Ну, давайте так. Да, вот у вас написано в нашей анкете, чтобы вы изменили в нашей игре, вы пишите, разрешить участникам привозить подарки комикам и ведущему. Мы, кстати, за. А кто запрещал? Нет, я думаю, можно вводить какую-то такую инновацию. А мы его и не уводили. И не уводили. Нет. Дайте что-нибудь. Вы же все приходите с ручками, с бумажкой и с папочкой. Подарков никаких. Нет. Где наши подарки? Нет. Как раз вот с текущего момента. Я ухожу, следующий должен сходить. Нет. 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 Ну, тогда давайте так. Вы уходите, деньги мы тоже следующим отдадим. Следующим. Ну, тогда удачи. Мне кроссовки. Удачи. Давайте. Все. Спасибо. Пока у вас Витя не забрал кроссовки. Давайте жутить. Десятиклассник Антон все лето учился целоваться и уже к осени на его усах начали расти помидоры. У опытного гопника под кепкой растет подсолнух. Когда Григорий Лепс хочет выпить, всегда. У картавых две беды, дуаки и даоги. Чем опытнее водитель, тем изысканнее пачка с подчая у него для денег. Девочка слишком буквально поняла выражение «кататься на банане» и сразу же попала в топ-10 просмотров на Ютуб. Чтобы хоть как-то напомнить о себе, Наталья Витренко укусила бомжа. Знаете, чем Тамада отличается от алкоголика? У Тамады есть пиджак. Толик и Эдик были довольно странные парни. Странные, но довольные. В немецких учебниках по истории с 1939 по 1945 год пустые страницы с надписью «Ну, было и было». Арабские лыжники прогадали со смазкой и проиграли гонку. Ну, просто вся смазка ушла на прически. Ну, было, было там. Так, Александр, я, кстати, вам хотел сказать. Вы знаете, вы зачем-то читаете шутки, а еще при этом смотрите на комиков, вы улыбнулись. Я за этим смотрю. Вы можете не волноваться. Давайте посмотрим на Зеленского на 36 секунде, конечно. Минутя. Смотрите. Опа! Да. Это тень так упала на нос. Я улыбаюсь, да? Да, кстати, про Ветренко с бомжом была действительно неплохая реприка. Да. Одна тысяча гривен ваш выигрыш составляет на данный момент. Мы вас поздравляем с этим. Александр, идем дальше. Конечно, идем. После пятого бокала вина кровь в жилах Тамары кипела настолько, что ушцы ей только шли. Новости шоу-бизнеса. Вчера у Андрея Губина выпал последний молочный зуб. В Колумбии решили проблему с наркотиками. Теперь у них соль и сахар красного цвета. Мужик, который не взял с собой на рыбалку водку, не смог найти дорогу домой. Андрей так долго ухаживал за Светкой, что жениться пришлось уже на Светлане Михайловне. Главе НБУ Виктории Гонтаревой 42 года, но всем она говорит, что ей 21,7. Снежана так долго дружила с армянами, что с закрытыми глазами могла перебрать движок на приоре. Кафе, в названии которого присутствует женское имя, автоматически становится Генделем. Никита был настолько набожным, что во время флюорографии сразу глотал крестик. Мальчик, который долго смотрел на автосалон Порше, попал в больницу с обезвоживанием. На игре Луцкой Волыни Виталий Квартиан и так сильно орал, что вызвал дьявола, но и тот не смог забить гол. Акция в магазинах АТБ. Проработай охранником 10 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сашка, Сашка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как же так. Все ровненько просто. Чуть-чуть. Весь Днепропетровск за тебя сейчас болел. Да. И видимо будет болеть и в следующий раз. Спасибо большое, что приехал. Спасибо. Хороший юмор, чего-то чуть-чуть не хватало. Пока-пока. Пока. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Атмосфера шикарная. Залп воспринимает все очень хорошо. Ну и комики приятные такие. И ведущие шикарные. АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене представителей города Хмельницкий. Степаненко Александр и рыбак Андрей. Встречайте. Здравствуйте. Всем привет. Вот эти хлопцы мы узнаем. Эти хлопцы у нас уже выступали. Да? Да, да. Саш, ты что не рассказывал? Ты не помнишь, да? Так выступал, что не помнишь? Ребят, а вы выиграли у нас деньги? Ну, разве это деньги? Это сейчас для налоговой надо рассказать? Нет, нет, так для нас. Налоговая потом посмотрит по телевизору. Они все знают и так, они смотрят. Андрей выиграв. Да, и Саша выиграл. Понятно, хлопцы. Не хотите с нами общаться. Нет, почему? Ну и ладно. Ну и хорошо. Мы вам желаем удачи, черт с вами. Дякую, дякую. Спасибо. Я шучу. Конечно, вам удачи и победы. Дякую. Готовы? Да. Да. Пять, четыре, три, два, один. Полетели. Итак, случай на троечине вечером. Ге-гей, иди сюда. Ге-гей, лошара стопарнись. Ге-гей, встав, пиды шов быстренько. Блин, надо здесь звонок поменять. Нас трём провал. Алло. Представьте зуби, муж парши раза, 15 років, пришёл до дома трезвый. Ого. Какие снова ощущения. Є тут кто-то? Андрюшка, Андрюшка, не пей! Андрюшка, не пей, Андрей, не пей! Не пей, на тобі пульт, на тобі тапочки, на тобі газета, не пей, Андрей, а я борщ сварила. Де я? Дома. А чо, обои обдарвте? А це ты вчора пальонку пив на стіне, лизай, я тебе понимаю, я всё прощу, Андрей, я всё прощу, тебе было больно. А ты кто? Жена твоя, 15 років, вместе живем. 15 років? 15 років. А це скільки мені? 32. От це побухав на випуск, да? Да, буводин. Штукарь! Штукарь! Ребят, я думаю, надо забрать штукарь. Раз, так надо. Та щас, такой курс, що ти то... А якщо ми щас выграєм 5, то я мру щас. Я сам, я сам не витяну, Саш. Давайте, ребят, дальше идем, да? Дальше. Шо дальше у нас? Да, давай. Да, 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 да. Всі знаю, що в Україні існують проблеми з влаштуванням дітей в дитячі садочки. І ви знаєте, тепер навіть там проводять кастинги. Кастинг в дитячий садочок. Здрасте, Сашенька. Здрасте, Сашенька. А Сашенька, ну на, розкажи мені, як каже котик? Коли зимою чи весною? А шо, є якась разниця? Конечно, зимою котик каже мяв, а весною котик каже мяаааааа! А как он литом каже? Аааааааа! Литом? Как он каже? А я не знаю, мы его весной выгнали нафиг. Блин, я, кстати, никогда не смотрел на Виктора. Неважно, ребята. Цепочку спала, и вот это типа, как Смельницкого поймут сразу, что мы приедем. Мы чай пили с тобой вообще? Ребят. Да. Заберете пять? Не-е-е. Не-е-е. Мало, да? Не-е-е. А десять, если выиграете, заберете? Ну, да-а-а. Як попро... Да-а-а. Як попросы, так, конечно. Ну, давайте, ладно, там видно будет, поговорим через минуту. Да. Пять тысяч уже есть, поехали дальше. Мы сейчас... Хорошо, а як каже Соловейко? Коли зранку чи вечері? Ну, хай буде зранку. Зранку так. А ввечері як? Ввечері проще. Хорошо, а ми вас зберемем. Хлэн на ранок чи на вечер? Йе-е-е! Йе-е-е-е! Десяточка. Але ми з тобою бешені, да? Ми вообще... Все-таки наша передача опровергает некоторые пословицы, такие как «не свистеть денег не буде». Точно. Он не свистел, он, типа, поет, ну, это как бы... Поздравляем, ребят! Спасибо! Спасибо! Ну, я обещал, что мы с вами поговорим через минуту. Вернулись к нашему разговору. А, ідем дальше. А, ідем дальше. Якщо не надо, ми можемо проспивати. Ні-е-е! Мама! Мама! Що до Хмельницкого так до... Не, ми, да, ми решили ідемо дальше. Да, ми ідемо дальше. Йест, єст, єст, єст. 20 тисяч на кону. Ребятам, тільки удачі, більше нічого. Поехали! Случай на кассі супермаркета. Здрасте. Я извиняюсь, а у вас єсть презервативы? А чо так тихо? Очередь просто, я стесняюсь. А, щас. У мене немає, почекай секунду. Светка! Тебе на кассі є презервативы, тут мальчик стесняється! Щас, він підійдай, де тобі там... Дей сюди, де тобі там девочка. У-ху! Банує! У-ху! Андрей! Андрей! Да, да. Александр, ваш друг, обещал, что если он выиграет 5 тисяч, он умрёт. І ми ж ждём! Сначала дня вже мертвий трохи сьогодні. Ребят, я напоминаю вам, телезрителям, і всім сидячим в зале, що ви виграєте 20 тисяч гривень. Спасибо! Писяху, а! Раскройте карты нам всем, сколько осталось миниатюр? Ой, нет, тут трохи єсть. Раскройте! 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 Да! А? Да? Да! Ідём! Да чё там, Сань! Да чё там, Сань, конечно! За шо-то, шо-то двадцатка, Саша! Сань! Окей! У нас маршрутка 300 гривень только дохнили! 50 тисяч выигрыш, 10 раз умрёшь! Не, не, а, меньше, ну это я не... Я ж не ехал! Окей! Поехали! Обожаю эти моменты в нашей передаче На кону главный приз 50 тысяч Либо Ноль Это риск Поехали Случай в семье Сынок, где сюда? Да Давай дневник Подоимся, как ты учишься Два Два из литературы Два Сейчас я тебе сейчас устроен Значит, ты мне сейчас Пап, пап, не надо Я тебе сейчас дам, пап Не надо, конечно, пап Не надо Пап, пожалуйста Тривай свои подарки Мне такие, сын, не нужен Случай драка в школе Иди сюда А, ты, 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 ты Я тебе сейчас Я тебе сейчас Я первый Я сейчас Ты первый начал Я тебе по морде не был Что, ты как был в Нюнилом Так и остався А ты А я зато директор школы А ты буфи с руком Так и останешься Понял? Парень, который сделал Одновременно две вещи Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр Алё А вот, друзья, перед вами парни Которые сделали не две А пять вещей Причем делали каждую минуту по одной Смешили наших комиков Вы выиграли 50 тысяч гривен Забирайте, забирайте Смешили наших комиков Ухмельницкий Житомир! Я! Ухмельницкий Житомир! Ухмельницкий Житомир! Ухмельницкий Житомир! Настроение отлично! Нормальные ребята! Чудесный, прекрасный настрой! Первый раз в жизни за 5 минут 50 тысяч взял! За 5 минут только отдавал! Это же мы с тобой реально можем сейчас, короче, эти деньги туда, в Житомир, в Носке и в Хмельницком их продавать! Да, привет, кстати, Житомир и Хмельницкий! И Хмельницкий! На сцене представитель города Омск, Панамарёв Георг! Георг! Георг, привет! Привет! Как настроение? Да, хорошее прям! Да нормально всё? Да всё отлично! Георг, скажи мне, а волнуешься вообще? Ну, да, конечно! Есть, да, немного? Есть, ну так, чуть-чуть! Ну, это хорошо, живой, значит! Ты врач прям! Молодец, Георг! Вот видно, что человек пришёл с хорошим чувством! А зачем вам деньги? Я... Нет, я как врач врачу! Я просто все деньги потратил, чтобы сюда добраться, хочу вернуться! А вы точно хотите домой? Это предложение? Вопрос, на сколько вам нужны деньги просто? Пытаюсь понять! Ну, то есть на какую грань я готов перейти, да? Ну, посмотрим! Ну, хорошо, удачи! Спасибо большое! Георг, вы знаете хорошо правила нашей игры, поэтому не будем повторять их. Поехали! Первые пять лет жизни мы с родителями постоянно переезжали. Первые пять лет жизни я думал, что мы цыгане. В детстве я был очень неторопливым, я даже родился с 12 по 17. У меня в школе была отличная учительница по русскому языку, но потом она вышла замуж за алкоголика и постепенно стала становиться учительницей труда. Недавно я понял, что мне хватит жить с родителями, когда я прочитал на холодильнике записку «Хватит с нами жить!». Хочу отпустить бороду, потому что люблю, а если любишь, отпусти. У меня очень весёлый папа. В детстве, когда я разбил телевизор, он подошёл ко мне и сказал «Сынок, ты наказан! Неделю без телевизора!». Многие парни мечтают о сексе с двумя девушками. У меня был секс с двумя девушками. С одной в 2009, со второй в 2015. У вас есть, Георг, мечта заниматься юмором, зарабатывать этим на жизнь, а также снимать фильмы. Вот если бы это вот то, что вы говорите, причём таким же голосом было, как начало какого-то фильма, я думаю, что это было бы хорошо. Весь зал вам аплодирует. Одна тысяча гривен у вас есть. Хороший юмор. Я думаю, что будем продолжать, да? Так, секунду. Ага. Хорошо. Ну, давайте я попробую. Спасибо. Итак, Георг, вторая минута. На кону пять тысяч гривен. Недавно мой друг сделал своей девушке приятно. В тот вечер домой зашёл трезвый, гладко выбритый и красиво одетый парень. А мой друг вернулся на утро. Говорят, что зло тихо лежать не может. Переспал с работницей Жека, она храпела всю ночь. Мой друг работал на фосфорном заводе, и по нему сразу было видно, что он приворовывает. У моей девушки монобровь, я считаю, это потому, что она отлично разбирается в русском языке. Ведь лоб — это подлежащее, подчёркивается у ровной линии, а не пунктиром. А немножко экспериментального юмора. Говорят, многие вещи невозможно перевести на английский язык без потери смысла. Я считаю, что это не так, поэтому моя версия популярных фразеологизмов и фольклорных выражений русского языка на английском. Таилайн — сюрприз. Попасть в Росак. Альтернатив фут в Корее. Суп с котом. Ту-гайс фант Айфон 6 он стрит. Яблоко раздора. Ту-хэв секс вис карлик гёлл. Подковать блоху. Мэйк синг проперти оф Совет Юнионс. Коммуниздить. Индикатор of motivation of Russians to let things happen in their way is blunt change of success by fate of supernational power. Авось. Да, прям. А всё ничего, знаешь, вот всё прикольно. Всё прикольно, но... Ну, как бы, у нас задача держаться. Я понимаю. А тут уровень юмора такой, что можно держаться. Георг, спасибо! Спасибо. Спасибо, вы поняли, что это непросто. Пока-пока. Ну, главное, в принципе, понравилось, сказали. Направление правильно. Будем дальше работать. Обязательно вернусь и постараюсь, так сказать, наверстать упущенное сразу за один раз. Мы продолжаем и на сцене представителей республики Татарстан. Город Чистополь. На сцене Шилов Артур. Развеши свежного. Развеши меня, развеши меня. Ой, картинки, картинки. Здорово. У нас ещё не было сегодня их. Это просто бумага. Некуда деть, да? Не держишь в руках во время... Мне сказали, бумага поможет тебе. Это если проиграете. Но мы желаем вам победы. Артур. Да? Ну вот скажите, вот честно, вот Витька говорит, о, сегодня ещё не было. Это действительно очень редкое явление. Бумага? Продолжаем. Нет, не настолько редкое, да. Ну вот, Артур Александрович. Я имею в виду, очень редкое явление, когда люди с табличками, с какими-то бумажками и так далее, вызывают смех. Это всегда очень креативно, но выиграть сложно. Но бывали случаи. Этого мы вам и желаем. Спасибо. Итак, не встречайте пока. Так, я скажу, что я буду показывать, потом нажимаем кнопку и алга. Вообще, как скажете, алга и поехали. Алга это вперёд. А вы же из Татарстана. Я очень по-татарстан, я, да. Помнишь, очень хорошая шутка, что по-татарски алга это вперёд, а как назад? Что назад у них нет, они разворачиваются и алга. Да. Смешная шутка. Ну, в общем, желаем вам алга-алга. Алга-алга. Хорошо. Итак, я выступаю в визуальном жанре и буду показывать картинки. Картинки непростые. Буду показывать новые виды спорта. Алга. Итак, первый вид спорта. Джигурджитсу. Идём далее. Хоккей с мячом. Застольный теннис. Многоборье. Прыжки с шестым. Стоп. Одна тысяча уже есть. Я пытаюсь смотреться, посмотреть, сколько примерно там листов. Много. Ну, ладно. А я хорошо показываю, картинки видно их? Картинки видно. Вы их очень долго достаёте, мне кажется, теряете время на это. Блин, надо пальчики смазать, просто тяжело, они прилипают. Смажьте пальчики. Да, хорошо. Нормально. Всё, я готов. Дальше. Алга. Алга. Алга-2. Фикурное катание. Пихтование. Мессиво. Есть академическая гребля, а есть декретная гребля. Перетягивание Марата. Езда на кроликах. Полицейская академическая гребля. Оп-оп-оп. Бабсклей. Заводное поло. Оп-оп-оп-оп. Конькобеженцы. Артур, мы вас поздравляем. Но вы выбрали не самый лёгкий путь. Насмешить. Мы будем надеяться, что у вас всё хорошо. Артур. Я посмотрю, можно только? Да. Секундочку прямо. Мне кажется, вот верхний блокад у вас перевёрнут неправильно, да? Или правильно? Всё верно. Да? Это я плохо вижу. Нет, я могу верх ногами показать. Не надо. Так, так, так. Пум-пум-пум. В принципе, да, всё нормально. Сейчас я только пальчики. В принципе, всё нормально. Пять тысяч гривен есть. Артур пытается выиграть десять тысяч. Алга-три. Алга. Прыжки в мешках. Пассанный спорт. Художественная гимнастика. Шорт-шрек. Футболинг. Сашки. Порно-лыжный спорт. Стрельба из лука. Спанч-бобслей. Лыстные гонки. Полубокс. Стоп, 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 стоп. Не показывайте, может, она решит всё в нашем поединке. Артур, мы вас поздравляем. Десять тысяч есть. Но. Полубокс. Там такие были полуулыбки у наших комиков. А там вроде и раньше где-то было. Ну, где-то она была. Но вот это как полубокс такие. Они и были полуулыбки. Понимаете? Ну и десять тысяч всё равно же выиграли. Да. Да, десять тысяч выиграли. Даже повтора не надо, потому что, ну, была там улыбка. Всё нам понятно. Так, в принципе, всё. Нет, подождите, не показывайте. Может быть, у вас осталось то, что принесёт вам двадцать тысяч гривен. Вряд ли. А у вас не по силе они все расформированы? Нет, это лежало сверху. Я просто снизу достал быстрее полубокс, чтобы её не показывать. А можно, кстати, другие комментарии к уже использованным фотографиям? Нет, Витя, ты порвёшь голову сейчас Артуру. Артур, десять тысяч гривен. Одна фотография. Ну, нет, какой одной фотографии? Что, если я дурач, столько буду. Ну, вы забираете деньги? Да. Вы забираете деньги, но перед этим... Эти аплодисменты вам. Но перед этим покажите нам вашу последнюю фотографию. Покажите. А мы будем знать, рассмеялись бы мы или нет. Да. Так, я уже знаю, рассмеялись вы бы или нет. Это как раз на... На это я потрачу деньги, как бы. Ликёрлинг. Да, мы бы не рассмеялись. Ну да. Спасибо. Ну, неплохо. Ну, десять тысяч – это как раз тот результат, который должен был быть у вас в кармане. Забирайте деньги, вас поздравляем. Рассмеши свечного. Сделай штуку ринзбираться. Я тут не взял. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Пусть намочит колготки. Рассмеши свечного. Ну, только не использующий квадки. Ну, все-таки сложно рассмешить такой штуки. Ну, да. Потому что и там каламбур, и здесь, и один на другом. И ты этого всего много видел в жизни. Еще и ко всему. Атмосфера прям отличная. Мне все понравилось. Зрители, теплый зал. Все хорошо. Мне очень понравилось, если честно. Небольшой совет по инвестированию. Сейчас лучше всего инвестировать в билеты. Неважно, на поезд, автобус, самолет. Главное, чтобы билет был в Киев. И на съемку «Рассмеши комика». А дальше дело за вами. С вами был Виктор Васильев. Увидимся. Пока-пока. Рассмеши свечного. Сделай, чтобы парень спьянский. Рассмеши свечного. И под столом валяться. Рассмеши свечного. Пусть намочат колготки. Рассмеши свечного. Но только не используй щекотки. Хватит пестрить шутками голыми. Легко рассмешить частями телоголыми. А как так несешься к моему капризу? Порадуй меня литературной репризой. Есть юмор, что актуален годами. Не с нас начался и не закончится нами. Показать, но пятно и ухватиться за нос. А слабо рассмешить по-другому даст лез. Рассмеши меня, рассмеши меня. Рассмеши меня, рассмеши меня. Колобок повесился. Ты меня! Рассмеши свечного. Сделай, чтобы парень спьянский. Рассмеши свечного. И под столом валяться. Рассмеши свечного. Пусть намочит колонки. Рассмеши свечного. Но только не из польши щекотки. Рассмеши свечного. 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 Продолжение следует...